Воспоминания о революции 1917 года Бориса Ивановича Крылова Борис Иванович, я хотел вас попросить рассказать мне о том, что вы помните о революции, о ваших личных воспоминаниях, впечатлениях и переживаниях того времени. Но сначала, может, вы бы сказали, где и когда вы родились и в какой семье вы родились? – Я родился в 1891 году в городе Нижнем Новгороде. Тотчас же моя мать меня перевезла в город Мерв, тогда за Каспийской областью, а теперь Туркменистан. Там был мой отец военный, офицер, и я там жил до начала учения. В 1909 году я поступил в кадетский корпус, который кончил в 1909 году. – А этот кадетский корпус, он был в каком городе? – В городе Ташкенте. – В Ташкенте. – Оттуда я попал в Павловское военное училище в Петроград, которое кончил в 1911 году. Был привезен первый офицерский чин. Из Петрограда я был назначен в Ломжу в 13-й Белозерский генерал-фейдмаршал графа Ласси Полка. – Графа Ласси? – Да, графа Ласси. – Спустя приблизительно год я был переведен для совместной службы с отцом в город Мерв в 13-й Туркестанский стрелковый полк. – И значит, вы служили в Мерве с какого года по какой? – Скажем, до начала войны, так? – Да, до начала войны я был в этом полку, то есть с 1912 года по 14-й я был в этом полку в городе Мерве. – Вот, может, вы рассказали бы немного об обстановке этого города, о настроениях, скажем, вашего отца, русских офицеров, о взаимоотношениях между русскими и местным населением. Были ли какие-нибудь трения или же, может, восстания, какие-то протесты? – Какое вообще было положение, вот, скажем, с 1912 по 14-й год как раз в этой области? – Население города Мерва было русское, а в самом городе туркменского населения было очень мало. Отношение между русскими и туркменами было всегда хорошее. – Никаких недоразумений, никаких бунтов за все это время там и не могло быть, потому что царское правительство предоставляло полную самостоятельность в жизни этих туркмен. И даже суд туркменский действовал тогда, а не суд российский. Только тогда, когда туркмены хотели обращаться по судебным вопросам к русскому суду, только тогда, значит, суд русский разбирал их бытовые дела. – Туркмены не несли воинской повинности. Только в городе Асхабаде был сформирован туркменский дивизион, состоящий исключительно из добровольцев туркмен. Туркмены занимались хлебопашеством и скотоводством. Жили довольно богато, потому что сажали хлопок, а тогда хлопок был в большой цене. Настроение до начала войны было таким же, как оно было и 10 лет тому назад, и раньше. Мои родители были старожилами города Мерва, и при них этот город обстраивался. Вот и все, что я могу сказать по поводу штатской жизни в этом. – Хорошо. Значит, вы там были до начала Первой войны, и как вот она была встречена? Как была встречена мобилизация и вообще тот факт, что Россия находится в войне? – Объявление войны. Мой отец был комендантом города. И с момента объявления войны я был прикомандирован к отцу для дела мобилизации. Настроение в этот момент было весьма патриотичным. И оно не могло быть иным, потому что я был и молодой, и воспитан в национальном духе. Мобилизация прошла спокойно. После чего наш полк был переведен для охраны железной дороги по станциям, ведущим от Бухары до Мерва. Эта охрана была необходима по мобилизации на случай всякого рода возможных саботажей. Никаких саботажей не было. И уже через два месяца наш полк снова собрался и был переведен на Кавказский фронт. Мы стояли там под белым ключом, под Тифлисом. И через месяц после этого пришли в Саркамыш. Где сразу же вышли на фронт. И вели бои с наступающими турками. Причем эти бои были более-менее удачными, потому что к тому моменту турецкое наступление выдохлось. И мы стояли более-менее спокойно. И были вскоре переведены с Саркамышского направления на Ольтинское, так называемое. И там после этого началось наступление, уже в декабре с 2014 года началось наступление Энвер-Паши. В обход нашей позиции. Энвер-Паши. И значит нам пришлось снова вести бои, упорные бои против наступающих турецких войск. И мы отходили. Днем воевали, а ночью отходили на новые позиции. И в конце концов пришли на позиции к Саркамышу, где мы остановились. В тот момент, значит, уже начал выдыхаться Энвер-Паша, потому что ему дали отпор Саркамыши. И мы до января месяца не вели никаких боев. И после января началось второе, уже наше наступление вперед. В 2015 году, в апреле месяце, я был ранен в живот и эвакуирован в Тифлис. Через месяц я уже вернулся в полк. И бои продолжались. Это были бои в 2015 году в конце за взятие Эрзерума. Причем наш бог был правее Эрзерума. И наступление развивалось, как известно, всем нормально. И в конце концов мы вышли на Байбурское направление. Там в начале 2017 года я получил отпуск нормальный на две недели к себе домой. И дома в городе Мерве меня застало начало революции. Перед тем, как вы перейдете к рассказу о революции, я хотел несколько вопросов вам задать о Кавказском фронте. Вот что говорили вы, офицеры и также солдаты, относительно вашего неприятеля, именно турок? Какое было отношение к нему? Считалось ли это они доблестными солдатами, храбрыми? Или же нет? Так. Турки считались хорошими солдатами, но мы считали, естественно, что они ниже нас. И кроме того, они были менее обеспечены как вооружением, так и провиантом, чем наши солдаты. Отношение с нашей стороны к туркам было всегда доброжелательное. Конечно, бывали случаи, когда во время атаки были нечеловеческие обращения с противником, с оружием в руках. Но, в общем, отношение к туркам было и со стороны солдат, и с нашей стороны офицерской очень хорошее. Еще один вопрос. На Кавказском фронте были какие-нибудь отдельные воинские части под общим русским командованием, которые были составлены, скажем, из нерусских? Ну, какие-то отдельные формирования, скажем, грузин или армян, или же, вот скажем, тех же туркменов? До революции таких формирований не было. А когда революция случилась, то армяне, грузины, для защиты уже своей территории, они, армяне, например, выставили свои отряды. Я не помню сейчас фамилию того, кто возглавлял этот отряд, но был такой отряд. Хорошо. А также относительно строений солдат. До 1917 года были ли заметны какие-то недовольства, или ропот, или разговоры о том, что пора войну кончать? И также была ли заметна какая-то пропаганда со стороны, скажем, революционных партий в солдатской массе на Кавказском фронте? Может быть, и было, но я лично этого не видел, я от других не слышал. Настроение солдат было всегда более-менее одинаковым. Желание поехать в отпуск домой, что было естественным, и никогда не было разговора о том, что войну надо кончать. Во всяком случае, до революции настроение солдат в отношении войны и в их поведении к офицерам не оставляло, не желать ничего лучшего, потому что мы с солдатами спали в одних и тех же землянках. Так что состояние было братское, и делили с ними все, что имели. В этом отношении я совершенно объективен и не хочу что-либо прикрашивать. Оно так было на самом деле. Особенно это я почувствовал тогда, когда мне пришлось уезжать с фронта, и когда я прощался со своими солдатами. Тут я видел с их стороны явное горе, что я уезжаю. Несмотря на то, что тогда уже у них появились мечты, может быть, бросить фронт и ехать к себе домой. Значит, к февралю 1917 года вы как раз были в отпуску, так? Да. И сообщение о том, что в Петрограде произошли какие-то события, революция, это вас застало именно у себя дома? Да. Ну, а вот первая ваша реакция на это, что вы подумали, когда вы услыхали, что значит отречение государя, какое-то временное правительство? Да. Несмотря на то, что до этого в воздухе насиливалось, что революция в России может произойти, несмотря на это, когда случилась революция, это было большим ударом по моему личному сознанию. не было революции, я не говорю. И до того сильным, что я и отец считали, что Россия погибла. это был главным образом удар по национальному сознанию нашему, офицерскому. А что касается самой революции, то есть ее необходимости, этот вопрос у нас даже и не ставился. хорошо, а потом вы, значит, вернулись из Мерви, я правильно говорю, из Мерви, так? Из Мерва. Из Мерва. Да. На Кавказский фронт, так? Да. И вы пробыли там еще долго? Я пробыл там приблизительно до июня, месяца, я думаю. Вот, может, вы рассказали, как менялась обстановка, и также настроение и ваше, и солдатское, вот за вот эти месяца, значит, за весну и начало лета? В моем полку, конечно, настроение солдат менялось не в пользу сохранения дисциплины, потому что по приказу Временного правительства были учреждены солдатские комитеты, но это не меняло отношения солдат с офицерами. Отношения были прежними, как они были и до революции. А, скажем, Вашему полку были большие потери, и много поступало новых солдат из запаса? Потому что мне кажется, что вот на Западном фронте как раз это было очень важным фактором. Да, у нас сохранялся кадр старых офицеров приблизительно, по моему мнению, я могу ошибаться, на 50%, может быть, 40% оставался кадр старых солдат. Это было не одинаково во всех полках и во всех ротах. В некоторых ротах больше, в некоторых ротах меньше. И поэтому влияние этих старых солдат на пришедших, пополнение и запасных, было довольно сильным. И это не выводило, в конце концов, солдат из подчинения своим офицерам. Я скажу даже больше, когда наш полк был снят с позиций и отъезжал в Тифлис, то офицеры все были на своих местах. И офицеры вели этот полк для того, чтобы из Тифлиса солдаты могли разъехаться к себе по домам. И никаких инцидентов не было. А вот это произошло когда, в каком месте? Я затрудняюсь сказать, когда это произошло, потому что в июле месяце я был уже переведенным на Западный фронт и уехал. Я думаю, что это могло произойти, может быть, к моменту большевистской революции. Но затрудняюсь вам сказать точно. А до вашего отъезда на Западный фронт появлялась какая-то пропаганда, то ли какие-то листовки, газеты, или же приезжали какие-то пропагандисты от политических партий. Вот к вам ваша части. Если даже были листовки, если даже приезжали пропагандисты, то их так было мало, что они никакого влияния просто не могли оказать. А их было мало, потому что все внимание со стороны революционных настроенных кругов было обращено на Западный фронт, который был первостепенной важностью. Так что туда были направлены все усилия со стороны пропагандистов. Вот вы говорили, что у вас были довольно-таки близкие отношения с солдатами, опять-таки, после революции. Что они вас спрашивали? Что их особенно интересовало? Что они не понимали, скажем, в обстановке? – Боюсь вам утверждать, что они ничего меня не спрашивали по поводу революции. Потому что они питались собственными разговорами в своей среде по этому вопросу. Если они задавали мне вопросы, то главным образом относительно того, когда можно будет поехать домой. Это вопрос, который их интересовал очень сильно. И главным образом, потому что расстояние от Кавказского фронта в горах, затерянный, до их собственных деревень было очень большим. И пробраться туда, конечно, требовалось время. И отпусков было с фронта довольно мало в течение войны. Так что многие солдаты не видели своих семей с самого начала войны. Но эти были вопросы чисто бытового характера. – Когда вы также еще были на Кавказском фронте, что говорилось, скажем, среди офицеров и также среди солдат? Кто был их героями в то время? Вот, скажем, отношение к Керенскому среди офицеров. Он считался положительной или отрицательной личностью? И так же среди солдат? – Среди офицеров на Кавказском фронте Керенский считался отрицательной личностью. В большинстве так мне казалось. Думаю, что для солдат это была неизвестная личность. Авторитетом для них был до революции великий князь Николай Николаевич. Новые лица, которые пришли с революции, для них не могли просто быть авторитетом. – Просто потому, что они их не знают? – Просто потому, что они их не знают. – Хорошо. А какие у вас остались воспоминания о вашей поездке, когда вы направлялись на Западный фронт летом 1917 года? – Я ехал из Тифлиса по направлению в Москву и потом на фронт в Минск. Моё состояние было довольно осторожным. Я остерегался больших контактов с солдатскими массами. Это объясняло всем, что тогда уже солдаты были более-менее разболтаны, и на дорогах было очень много дезертиров. Но столкновений у меня никаких не было с ними. И доехал я до своего нового места службы вполне благополучно. – Там я был назначен командиром батальона и сразу должен был выставить на позицию, чтобы заменить часть, которая стояла на позиции. Как раз этот момент совпал с выступлением Корнилова. И это выступление подняло ряд вопросов в солдатской среде. И явное их противодействие начинанию Корнилова. Для того, чтобы узнать настроение офицеров, они обратились ко мне с каверзным вопросом, на какую сторону я встану, на сторону Корнилова или Керенского. По своему обыкновению отвечать то, что я думал, я им сказал, что я, конечно, считаю нужным встать на сторону Корнилова, потому что это русский генерал, и, конечно, он знает, что нужно делать и что нужно продолжать войну. Тогда солдаты собрались и через некоторое время прислали ко мне фельфебеля роты, чтобы сказать, что они желают со мной побеседовать, и что они очень недовольны тем, что я сказал. Я приказал фельфебелю выстроить роту и к ним вышел, думая, что разговор мой не будет легким и может кончиться плачевно. Но все обошлось благополучно. Я сам начал им говорить. И когда просил задавать мне вопросы, то никто из солдат мне вопросов не задавал. Но они сказали, что мне нужно уйти в штаб, чтобы прислали другого офицера. И таким образом я под конвоем двух солдат пошел в штаб полка, а из штаба полка был выслан другой офицер. Из штаба полка я перебрался по болезни в штаб дивизии, из штаба дивизии в Минск на поезд и переехал в Москву, где застал большевистское восстание, которому фактически сопротивлялись только юнкера Александровского военного училища. Здесь я хочу задать вам следующий вопрос. А чего же именно боялись солдаты в Корнилове? Продолжатели войны, главным образом. А всем солдатам хотелось домой. А разница в настроении солдатской массы Кавказского фронта и Западного фронта была большая? – Да. Если сравнивать настроение солдат Кавказского фронта в начале 1917 года и настроение солдат на Западном фронте к концу 1917 года, то настроение, конечно, было разное. Там вы на Кавказском фронте были со старым солдатом. Продолжение следует... В Москве во время восстания большевистского мне трудно было выходить и опасно из больницы. Я вышел оттуда тогда, когда уже большевики захватили власть и пробирался на Курский вокзал с целью ехать к себе в Туркестан. И вот по дороге меня захватил большевистский патруль и привел меня в штаб своего запасного батальона. А захватил он почему? Потому что у меня была на перевязи рука. И этот патруль решил, что я принимал участие в защите Москвы от большевиков. К моему счастью, в штабе этого батальона... Продолжение следует... 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 и у них были на службе бывшие военнопленные венгерцы, которые до революции были в Ташкенте. Этих пленных большевики уговорили, чтобы они приняли участие в борьбе против белогвардейцев, и что это единственная возможность для них вернуться на родину, потому что путь из Ташкента на Оренбург закрыт восстанием Дутова, и что они никак не могут поехать в этом направлении, а только через Красноводск и Баку, чтобы ехать себе на родину. Это, вероятно, побудило австрийцев и венгерцев принять участие в гражданской войне на стороне большевиков. И, как я вам сказал, этот бой в песках мы не выдержали и были вынуждены отступать. Большевики же продолжали наступление, и через очень короткий промежуток времени мы эвакуировались, я вместе со своей матерью и отцом эвакуировались в Асхабата. Там перед Асхабаном опять были бои, и после этого отряд наш распался, часть его пошла в Персию, а часть эвакуировалась в Красноводск, и я в том числе. А вот белые, так сказать, части, вот того района, где вы были, Средней Азии, они были под командованием кого? Они были как-то отдельной единицей, или все же они были административно под Деникиным, скажем, или под Колчаком? Административно части были подчинены Деникину. К сожалению, я не помню фамилии того генерала, который командовал нашими частями. Единственное, что я могу сказать, для, так сказать, для правдивого освещения истории, что когда были бои под Асхабадом, то в этих боях принимали участие и гурки английские. Их было около роты. Вели они себя в бою прекрасно, и я наблюдал их во время боя. Но бой, опять-таки, кончился не в нашу пользу, и мы продолжали откатываться дальше. Вот это приблизительно все, что я могу рассказать о Туркестанском фронте. Из Красноводска мы были эвакуированы в штаб Деникина, который стоял на Азовском море, забыл. Это был не Ростов-на-Дону. В Таганрог? В Таганроге. И в Таганроге, значит, мы пробыли до начала отступления Белых из-под Орла или Курска, я уж не могу сказать. Ну и были переведены, формировался сибирский отряд, в который вошли мы, и я в частности, и мы были переведены в Новороссийск. В Новороссийске я был ранен вторично, в боях с Зелеными, и был эвакуирован англичанами на пароходе Святой Николай в Салонике. Это моя эпопея гражданской войны. После этого я смог соединиться на острове Принкепа в этом Мраморном море со своей женой, которая к этому времени имела уже ребенка. А вывезли ее раньше туда, на остров Принкепа, опять-таки англичане. И мы через два года Константинопольской очень бедственной жизни переехали в Берлию. И так вы здесь и живете с тех пор. Так я здесь и живу до сих пор. Очевидно. Один вопрос. Вы, может быть, хотели что-нибудь добавить относительно роли местного населения в Туркестане во всей этой борьбе большевиков, белых, англичан? Что у вас осталось в памяти относительно того, что делали местные населения? Местное население активного участия не принимало. Оно принимало участие в гражданской войне, когда, скажем, в город входили большевики, тогда они грабили, значит, часть тех граждан, которые из этого города бежали. Когда приходили белые, то они наказывали тех, кто были на стороне красных. Но активного участия население не принимало в борьбе гражданской. И это вы сейчас говорите о населении, скажем, Мерви, Ашхабада, вот этих городов. И также вот общего района, который, так сказать, вокруг них. А туркмены были в большинстве своем на стороне белых. И поскольку они были неподготовленными вояками, то они быстро дезертировали в пески и никакого участия фактически в гражданской войне не принимали, если не считать того знаменитого дивизиона, который был при Корнилове. И который его, собственно, довел до Додона. Хорошо, большое спасибо. Ни за что. Продолжение следует...